Каким прогнозируется поводок в Оренбуржье? Существует ли опасение, что он может проходить сложнее, чем в прошлые годы? Какие факторы могут этому способствовать? И насколько готовы оперативные службы? Узнаем сегодня у нашего компетентного гостя. В студии программы «Тема дня» первый заместитель председателя комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, первый вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Сергей Викторович Балыкин. Сергей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько действительно прогноз, можно так сказать, сложный? И правда ли, что в этом году паводок ожидается сильнее, чем среднем многолетнее значение, ну, лет за пять? Прогноз сложный всегда, и мы идем всегда по наиболее худшему развитию сценария в плане того, что надо рассчитывать на худшее, чтобы его не было. Поэтому, если говорить о том, что если все будет развиваться по ситуации самого плохого развития паводка, то в Оренбургской области угрозе затопления подвергаются 257 населенных пунктов, в которых 13 тысяч домов и проживает порядка 32 тысяч человек, в том числе 9 детей. Кроме этого, там 44 низководных автомобильных моста и 15 социально значимых объектов. В зону также негативного воздействия павок и уход попадают еще на 42 дачных массива, где проживает почти полторы тысячи человек в Оренбурге, Бузулуке и Бузулуцком районе. Поэтому мы должны реально понимать, что в случае максимального развития паводка – это та часть людей, которая будет в зоне находиться риска. Поэтому, понимая, что в этом году, а у нас особенно, что в этом году у нас осенью была очень хорошая влагозарядка, и запасы в целом данной метеослужбы, запасы влагозарядки, непосредственно увлажнение почвы составляет от 214 до 315% от средних наглядных значений. То есть, в три раза больше влагозарядка. Это означает, что почва насыщена водой. Ну и еще один момент. Все-таки это и промерзание почвы, потому что в декабре сразу, не в начале декабря выпал снег, поэтому есть промерзание почвы от 60 до 150 см. Это Первомайский район. У нас серьезное промерзание, более 100 см Оренбург, Оренбургский район. Серьезное промерзание есть по ряду территорий Сорощинского, Новосергиевского района, но особая тема Первомайский район. Понятно, что это до Нового года не было снега, и почва сильно промерзла, поэтому мы понимаем, что пока почва будет отходить, и, разумеется, вода будет просто скатываться и уходить во враги, балки, реки и так далее. Поэтому здесь, конечно, угроза паводка более серьезная. В целом, повыше прошлое многолетнее значение толщина льда. Она сегодня составляет от 40 до 50 см. Традиционно паводок идет в скрытии льда в первой декаде апреля. Примерно это же будет и в этом году. По данным Метеорологической службы, в ближайшие дни, и сегодня мы видим, идут осадки, которые, конечно же, подтолкнут развитие паводковой ситуации. Ну и на следующей неделе ожидается повышение температуры. Причем днем и ночью от 10 до 15 градусов, конечно, тоже будет способствовать тому, что будет очень быстрое таяние. И, конечно же, мы должны быть к этому готовы. Вообще, если говорить по подготовке к паводке ситуации в муниципальных образованиях наших, то эта работа началась заблаговременно. Было постановление правительства Оренбургской области, подписано губернатором Денисовичем Пастором о создании комиссии. И по мерам по пропуску весеннего паводка ставилось заседание КЧС. Буквально днями мы проведем заседание паводковой комиссии, где еще раз заслушаем отчеты руководителей, посмотрим по ситуации готовности. Мы провели в Оренбургском районе смотр всех сил РСЧС Оренбургской области, как мы готовы к проведению паводка. И в целом комиссия признала, что мы готовы. И к проведению мероприятия может быть привлечено, опять же, в самой критической ситуации. 10,5 тысяч человек, 4190 единиц техники и порядка 312 плавсредств. Поэтому это тот момент, где мы должны уже четко сработать. Кроме этого, мы готовимся, разворачиваем пункты временного пребывания населения. Всего 495, и по максимуму на них можно будет разместить 82 325 человек. Это, опять же, в случае критической. Но паводка ситуации еще не началась, но в том числе подтопления пошли. Где-то забиты засоры, где-то забиты трубы. В частности, буквально мне с Куандыгского района, с Ильинки уже пришло сообщение о подтоплении домов по территории непосредственно поселка. Все это связано с тем, что были моменты, где были не прочищены трубы, и вода, конечно, сделала свое дело. Поэтому введен режим повышенной готовности. Службы, кому это положено, работают. И серьезно идет предвозвращение той ситуации, которая есть. Вы затронули тему взаимодействия служб. В состав КЧС входят какие структуры? Можно сказать практически все? В состав КЧС, во-первых, входят все структуры. Это называется РСЧС. Это все до одной структуры практически входят. Это и муниципальные, и звено субъекта, и федеральные структуры. Это МЧС, и департамент, и наши энергетики. Это и службы, и газовики. Служба ходит у ОВД, Национальной гвардии. То есть, это очень серьезный орган, который ощущает непосредственную координацию и исполнение всех работ, которые положены. Поэтому на сегодня уже в муниципалитетах начинаются дежурства круглосуточные. Работают силы ДДС. У нас работает система 112. В этом году мы запустили и сдали систему оповещения, где практически 75% населенных пунктов работают в системе оповещения на все случаи, когда необходимо будет принимать экстренные меры. Кроме этого, рекомендованы те села, которые подвергаются паводку. Магазины необходимо, и сейчас завершается эта работа, завести продукт первой необходимости. Отдельная тема – это люди, у которых проблемы со здоровьем. Это кто-то прикован к кровати, есть, допустим, беременные женщины, где уже будет рекомендовано непосредственно, чтобы они находились в стационарах. Поэтому это большая, очень серьезная работа. И мы по ней работаем, двигаемся, все вопросы стоят на контроле и КЧС, и паводковой комиссии. То есть, такой сценарий, что возможно будет эвакуация населения из ряда населенных пунктов, он возможен. Конечно. Ну, во-первых, паводок приходит... К нему готовы? Неожиданно, да. И могу сказать, что часто паводок в период таяния пиково приходится, как правило, на вторую полночи под утро. Это самый момент, когда население отдыхает. Вот в таких случаях наша задача сориентироваться так, чтобы мы четко понимали наши задачи, и работать начинали с вечера, а не подымать людей ночью. И хочу сказать, что отдельно идет тема мониторинга поведения всех наших рек. Отдельно идет контроль за сбросом воды в наших водохранилищах. Это касается и Клинского водохранилища, это касается Сорочинского водохранилища. То есть, здесь все идет на особом контроле. И на сегодня у нас есть специальная комиссия, которая принимает решение о сбросе воды в зависимости от уровня воды в том или ином непосредственно бассейне водохранилища. Мы говорим о том, что на фоне маловодия минувших лет пяти все-таки ожидается поводок. Говорим о готовности службы. Есть ли такая возможность, что придется использовать взрывчатку, подрывать лед и так далее? Или может уже такие примеры? Нет, у нас по ряду уже территорий эта работа проведена. В частности, в Лексском Кваркинском районе уже делали непосредственно для обеспечения сохранности мостов работа по ослаблению льда и взрывные работы проведены уже в Лексском Кваркинском районе. Соглашения все заключены, идет четкая работа. Здесь задействованы и наши непосредственно министерства субъекта, и дорожники, и ряд других служб. То есть, эта работа идет, и, разумеется, она будет там, где необходимо это сделать. Итак, основная работа – это и чернение льда, и распиловка льда, и многие главы муниципальных образований это знают, и особенно коварные малые реки. И мы это реально понимаем, поэтому, да, еще один момент. Мы говорили о людях, но у нас часто в пойме малых рек находятся, в том числе, жертвовательские помещения, где находятся животные, где люди выезжают на работу, будь то дойные коровы, или там мясные коровы, или молодняк. То есть, здесь идет задача о том, чтобы обеспечить и кормами, потому что, возможно, будет затопление кормов и другие моменты. Поэтому эта работа ведется в комплексе. Для этого в том числе и работают наши сельскохозпредприятия, которые тоже входят непосредственно в муниципалитетах в систему уже РСЧС довольного муниципального образования. Сергей Викторович, немножко такой отвлеченный вопрос. Вы давно уже держите руку на пульсе в работе КЧС. Вот какой-нибудь год вам запомнился довольно-таки сложным по поводку из минувших? Ну, у нас были самые сложные разные годы. Мы помним, когда подтопление было в Краснохолме. Это один из серьезных моментов, когда мы понимали, насколько это серьезно, потому что там стояла задача, необходимо было провести сброс воды с водохранилища. В том числе сделать так, чтобы не затопило село. И особенностью бывало то, что тогда было сильное промерзание, и фактически с полигона вся вода пришла непосредственно в село. Это была очень серьезная ситуация, когда было много подтоплений. Я помню, когда очень сильно коварно вела себя река Самарка. И в Сороческом водохранилище, когда они не делали сброс, было подтопление поселка Новосергиевка. И в то же время, когда делали резкий сброс, шло подтопление Сороченское и Тотска. Это тоже был момент, где необходимо было очень взаимодействовать серьезно. Тем более, что сама-то комиссия, она может рекомендовать по поводу сброса, а все это решают на уровне водников. Допустим, тоже Сороческое водохранилище идет согласование с водниками нашего Лоскова бассейна, где специалисты определяют, надо же воду так сбросить, чтобы первое не подтопить людей. Но тогда, учитывая, что на сегодня мы засушливый регион, надо воду сбросить так, чтобы она летом еще осталась в водохранилище. Поэтому здесь нужен очень грамотный подход, и эта работа ведется, и ведется очень серьезно. Кстати, очень серьезно, ежедневно мы мониторим ситуацию по Эклинскому водохранилищу, там сейчас сброс увеличен, но в то же время, значит, там был сброс 15 в секунду, а сейчас уже до 60 доходит. То есть, но эта работа ведется, и необходимо, еще раз говорю, сделать, чтобы и вода сохранена была, и в то же время сделать так сброс, чтобы не было подтоплений. То есть, это очень ответственная, серьезная работа, и занимается профессионал-специалист. И всем вот этим заниматься нельзя. Но вот взаимодействие с другими регионами у нас ведется, потому что... Да, разумеется. У нас, во-первых, послой подписано соглашение со всеми абсолютно регионами, но, во-первых, соседними. Это и Башкортостан, Татарстан, Самарская область, Челябинская область. Идется серьезное взаимодействие с Казахстаном. Мы тоже взаимодействуем, общаемся, потому что мы должны реально понимать, ситуацию и там, и там. Кстати, это касается не только паводка, но это касается ландшафтных пожаров. Здесь очень серьезно, когда пожары гуляют, то в одном направлении, то в другом. Поэтому эта работа большая, серьезная, и мы ее ведем соответственно. Кроме этого, я уже говорил про дежурство. Могу сказать, что на все выходные, праздничные дни организовано круглосуточное задание дежурства в муниципалитетах. У нас 42 крупных муниципальных образований, около 500 муниципалитетов, но и в правительстве Оренбургской области. У нас все выходные, есть ответственные члены правительства, которые взаимодействуют со всеми структурами, и правоохранительными, и надзорными, и со структурами, кто занимается в силу МРСЧС, работает с паводком. Поэтому, допустим, если дежурный приступает к своей работе круглосуточной, у него есть все контактные телефоны всех дежурных по всем подразделениям, и субъекты, и федерации, и муниципалитетов. — Что касается подготовки специалистов, насколько я знаю, что не только сотрудники МЧС, но и сотрудники муниципалитетов, сельских советов, сельских поселений проходят же обучение достаточно серьезное. — Но у нас обучение особенно походит, я называл плавсредства, особенно серьезное это вот работа с плавсредствами. Там же нужно сделать так, что, во-первых, специально есть допущенные обученные люди, к этому приходят, даже не любой может завести лодку, и завтра перевернутся, и погибнут люди. Поэтому здесь идет очень серьезная, ответственная работа. Обучение проводят у нас, проходят и главы муниципальных образований, у нас обучение идут и специалисты, которые работают в ЕДДС муниципальных образований, ну и, разумеется, и специалисты, которые занимаются ГОЧС в муниципалитетах. Мы тоже проводим курсы обучения, они сдают периодические экзамены практически раз в три года по большой теме, и практически ежегодно мы тестируем специалистов. Но, еще раз говорю, тема номер один, это работа с плавсредствами, это очень ответственно. Вот вы затронули тему единодиспетчерской службы. Насколько сейчас укомплектованы, насколько специалисты подготовлены? Насколько готовы они? Ну, во-первых, у нас было очень серьезное такое поручение губернатора. Дело в том, что, когда создавался ЕДДС, понятно, мы собирали людей, и была очень большая текуча кадров. Почему? Потому что, прямо скажем, там невысокая зарплата. Разумеется, люди стараются работать там, где выше зарплата, где по удобной работе, если надо работать круглые сутки практически со сменами. Поэтому на сегодня у нас было принято повышение по заработной плате, было движение, и одно из последних совещаний было для губернатора, было задано задание всем, кто занимается, и в департамент пожарной безопасности у нас там тоже, и спасатели есть, и водолазы, им с первого ноля было поднятие зарплаты. И эта работа будет продолжаться, потому что здесь должны быть очень серьезные люди, и наша задача, конечно, остановить вот эту текучу кадров. Но могу сказать, что люди очень ответственные, люди серьезные. Причем это люди, которые, ну, фактически, кто такой старший оперативный дежурный в области? Это в МЧС есть, в департаменте. Это люди, фактически, ночные руководители, которые в праздник должны принимать решения. Они, во-первых, вовремя должны довести ситуацию до своего руководства, но и иногда сами принять предварительное решение для того, чтобы не терять время. И это ответственность очень серьезная. А что касается работы непосредственно с населением? Она же необходима, она ведется? Оповещение, тренировки? Ну, конечно. С населением ведется система оповещения, памятки, оповещения, средства массовой информации. Ну, и вот, еще раз говорю, это тема номер один. Это вот мы запустили систему оповещения. Мы занимались этим три года. И могу сказать, что сегодня там, где есть проблемы, вы помните, было время, когда было у нас проводное радио. И оно очень сильно выручало, потому что можно было в любом населенном пункте довести до населения, что, уважаемые товарищи, надвигается там вода, или у нас пожар, или у нас еще какая-то проблема. К сожалению, проводное радио кануло в лето. И сегодня, благодаря системе оповещения, мы можем довести до населения ту или иную информацию. Ну, и также еще по школам, насколько я понимаю, традиционно ведутся занятия. Ну, я называл, да, называл в начале своего выступления по социально значимым объектам, вот очень серьезно, я назвал социально значимым объектам, общим словом, ну, это и школы, и детсады, ну, это и социальные учреждения, где находятся люди с ограниченными возможностями движения, там, здоровья и так далее. Здесь тема очень серьезная, и здесь ведется отдельная тема и паводка, и особенно против пожарных мероприятий. Такие заведения. Все-таки, как бы, вот, ближе уже к итогу, мы можем сегодня с точностью, или с какой точностью, можем спрогнозировать, в каких территориях, как бы, паводок ожидается более серьезным. Вот вы сказали, первомаскерами... Территория, ни одна территория никогда не повторялась. Вот особенностью является паводка, статистика такая, вот, подтопило Красноховым, потом, там, несколько лет пауза, или, допустим, Тотск, Сорочинск, или еще ряд территорий. Поэтому готовиться нужно всем, и еще могу сказать, все, что мы видим в интернете, это очень удобно, да, температура, посмотрите, как они разнятся, температура, нам всю неделю обещали ночные температуры понижения, сейчас уже круглосуточные пошли положительные температуры. Могу сказать, что метеослужба дает самый точный прогноз на ближайшие пять дней. Поэтому загадывать дело неблагодарно, я хочу сказать, что нам надо быть готовы на развитие событий. Но пока, могу сказать, не очень благоприятное развитие идет. Почему? Вот сейчас будут 3-4 дня осадки, и они резко переведут повышенную температуру. А почва еще не отошла, она не нагрелась. То есть, понятно, идет прогревание почвы, и сегодня, если мы фиксируем в том же Первомайском районе 150 сантиметров, допустим, завтра это будет 130-120, и, соответственно, где-то к середине апреля это будет уже минимальное промерзание. Но мы понимаем, что первые декады апреля – это пик паводка. Поэтому вот эта ситуация осложняет. Поэтому если подводить вывод, могу сказать, что, уважаемые телезрители, еще раз, количество влагозарядки больше. Это опасно для паводка, наверное, все-таки положительно. Для полевых работ, для наших засушливых Оренбуржья. Снега у нас где-то практически на 30-40% больше среднем многолетних значений. Ну и, разумеется, у тебя осадки, конечно, они будут способствовать паводку. Если говорить в целом о паводке, вы помните, 3-4 года, вернее, 2-3 года назад у нас года два подряд было, когда снег уходил в почву. Это было очень здорово для влагозарядки, не было паводка, но, если говорить работу, это с точки зрения агрономической службы и аграрной службы, с точки зрения водников, водники очень всегда ждут паводок, потому что паводок, он тоже имеет положительное значение, он промывает реки, он наполняет водоемы и так далее. Поэтому здесь, конечно, самый лучший вариант – это такой центр, где необходимо, чтобы почва была заряжена влагой и сохранилась вода в водоемах. Но наша задача при этом сделать так, чтобы меньше всего пострадали жители, населенные пункты, в первую очередь, наше население Григорьевской области, чем мы и будем заниматься. У природы нет плохой погоды, единственное, что нам нужно быть всем готовы. Могу одно сказать, что придет время, когда в июне-июле мы будем вверх смотреть и просить осадков. То есть, это особенность Оренбуржья, потому что у нас выпадает в среднем 250-270 миллионов осадков, и, конечно же, нам постоянно не хватает влаги. Поэтому сегодня мы работаем не просто по направлению ремонта гидросооружений, они идут, кстати, у нас серьезная работа идет в Черновском на гидросооружении, но тоже идет расчистка двух рек сейчас в Оренбургской области, но в то же время наша задача и сохранять воду, и двигаться в плане орошения, чем мы занимаемся. Мы за последние годы запустили порядка 6 тысяч гектаров орошаемых земель. Это тоже очень важно сегодня для экономики Оренбуржья. Смотрим будущее с оптимизмом. Большое спасибо, что пришли. Ждем вас снова с хорошими прогнозами, с хорошими новостями. Спасибо. Спасибо.